Привет, друзья! Большое спасибо, что зашли. Сегодня хочу рассказать о том, что в моей сумке. И хотя я стараюсь избегать таких слишком популярных, заезженных тем на своём канале, этот ролик решила написать обязательно, потому что тема, без сомнения, самая запрашиваемая. Причём ещё задолго до того, как я открыла канал. Наверное, со школьных лет. Лет 13, когда все девчонки сменили рюкзаки на сумки, и тогда стало ну очень интересно, кто же что там с собой носит. Потом появилась косметика, и стало интересно, что же там у кого в косметичке. Удовлетворю сегодня девичий интерес. Тем более, сама такие ролики очень часто смотрю. Друзья, если вам интересно, то оставайтесь. Начнём, естественно, с сумки. У меня она вот такая. Как видите, не очень огромная. Мне кажется, вполне предсказуемого формата для человека, который ходит на работу, может быть, на учёбу и вынужден носить с собой не самый минимальный объём вещей. У меня сюда часто входят какие-то А4 листы, папки с документами. Сумка от компании, которая называется вот так. Полагаю, Роберт Пьетри. Испанская марка. Кстати, сумку мне привезла мама с летней распродажи в Барселоне, и она ей обошлась во что-то типа 50 или 60 евро. А мы так и не выяснили, из натуральной на коже или из кожзаменителя. Но выделка, по крайней мере, одна из моих любимых. Почти все мои повседневные сумки выполнены с такой или подобной выделкой. И часто так смотрится грубоватая свиная кожа. Если ещё немного говорить о марках и о том, о чём я мечтаю, чего бы я хотела в будущем. Знаете, совершенно не мечтаю о Луи Виттон. Мне очень нравятся сумки от компании Этро. Но в Москве они настолько неприлично дорого стоят, что прям надо ехать за ними на распродажу в Италию. Что ещё интересного в моей сумке? Ручки. Как я уже говорила, это 50% успеха сумки, на мой взгляд. Очень удобные и очень комфортно размещаются на плече. Для меня это важно, потому что кроме такого стандартного повседневного набора вещей, которые вы увидите сегодня, часто в сумку входит что-то более тяжёлое, типа небольшого ноутбука, планшета, или может быть я по дороге домой зашла в магазин, накупила продуктов, сложила всё это сюда. Важно, чтобы вес распределялся удобно. Итак, друзья, давайте посмотрим, что же находится сегодня внутри. Начнём разбирать мою сумку с большого основного отделения. И первое, что я здесь встречаю, ежедневник. В таком компактном формате ношу с собой. Второй побольше лежит на работе, третий дома. Потому что действительно большой объём информации, стараюсь практически ничего не хранить в голове. И к ежедневнику всегда прикреплена ручка для того, чтобы можно было записать что-то, не отходя от кассы, и не искать дополнительную ручку в сумке. Также часто здесь хранятся какие-то бумаги, тоже что-то нужное мне для работы. Например, в данном случае это буклет ресторана «Дамас» и контакт человека, с которым я буду общаться. Надеюсь, скоро мы начнём сотрудничество. В рекламных буклетах часто бывают красивые иллюстрации, в данном случае фото интерьера. Друзья, а я, кстати, хотела сказать вам огромное спасибо за то, что вы поддержали меня по поводу моего вступления в новую должность. Я просто вдохновилась всеми вашими добрыми словами, и была отличная идея сделать видео по поводу моей работы. Оно действительно получилось бы очень интересным. Получилось бы о ресторанах Москвы, потому что каждый день я работаю непосредственно с ресторанами. Но вы прекрасно понимаете, что мне чисто физически не хватило бы времени на то, чтобы, приходя в каждый ресторан, пообщаться сначала с нужным мне человеком, а потом задержаться ещё минут на 10-15 для того, чтобы отснять красивые дубли, рассказать вам что-то по минимуму. Поэтому давайте пока поступим так. Я буду делать просто фото на мобильные и выкладывать их в Инстаграм. А подписывать буду достаточно подробно свои какие-то комментарии, может быть, рекомендации, стоит туда ходить или нет, какие у них вкусные блюда от шеф-повара, и стоят ли вообще эти блюда своих денег. Потому что часто бывает так, что ресторан дико крутой, но работает он на очень дешёвых продуктах, ну, соответственно, туда ходить не надо. Об этом я вам тоже расскажу. Но в дальнейшем, возможно, я всё-таки сделаю большое видео о самых лучших, может быть, топ-10 лучших ресторанов Москвы, по моему мнению. Итак, давайте дальше. Дальше у меня встречается, например, паспорт, потому что часто я куда-то прихожу, и я должна предъявить паспорт. Иногда я общаюсь с людьми, которые находятся не в ресторанах, а в каких-то закрытых офисах в Москве, во все офисные здания не попадёшь. Это как Arzamas 6, сверхсекретный объект, обязательно нужно паспорт показать. Также обложка, да, прикольная. Смотрите, обложка от компании Ariflame. И, наверное, это единственная вещь от Ariflame, которая у меня есть. Она второй год, и я ей тоже уже очень-очень довольна. Здесь есть ещё место для того, чтобы положить какие-то документы, и раньше я носила также своё ННН, страховое пенсионное свидетельство здесь. Потом мама надо мной смеялась и говорит, ты это всё вместе носишь, чтобы всё вместе потерять. Я действительно поняла, что есть что-то разумное в её словах, и стала оставлять все остальные документы дома, потому что, ну, в принципе, кроме паспорта гражданского, в повседневной жизни мне больше ничего не может понадобиться. Я стараюсь практически никаких карт с собой не носить. Здесь мой пропуск на работу, почему-то карта Малина, и вот такая вот прикольная визитка из кальян-бара, в котором я была недавно. Посмотрите, вот такая. Она прозрачная, мне кажется, очень здорово. Вообще, скоро я начну коллекционировать. Сделаю такую очень осознанную, продуманную коллекцию самых интересных визиток, которые я когда-либо встречала. Продолжаем. Кошелёк. Его что-то, помп, показывала недавно в одном из своих последних видео. Он из магазина Domani от компании Gillian или Gillian. Выполнен из кожи несчастные убиенные рептилии, однако мне доставляет неимоверное первобытное удовольствие уже, как выяснилось, седьмой год. Внутри, кстати, большое, очень удобное отделение для карточек, но я постаралась свести к минимуму их количество в последнее время, оставила только самые нужные. Во-первых, это, конечно же, моя карточка с деньгами, скидочная из магазина Подружка, Рандеву, это обувь. Вот эта полосатая Outlet Village Белая Дача, деревня Распродаж в Котельниках, ну, очень мне там нравится. Henderson, магазин, в котором я чаще всего покупаю подарки своим мужчинам, и моя самая большая радость. Клубная карта InCity, заполучила я её наконец-то. На самом деле, именно в этом магазине за последнее время купила какое-то огромное количество дико крутых и, ну, очень дешёвых шмоток, и постараюсь примерить их перед камерой, буквально на этой неделе, для того, чтобы вам показать. Также расчёска, естественно. Лучше всего мои волосы расчёсывает именно такая простая пластиковая щётка. Эту привезла с собой из Испании, потому что, знаете, друзья, очень часто, когда я уезжаю куда-то в отпуск, в путешествие, я люблю забыть какую-нибудь вещь первой необходимости. Например, расчёску или зубную щётку. Но это всё ничего, это всё можно купить. Однажды я улетела и забыла взять с собой деньги. Кроме того, санитайзер для рук в спрее. Эту вещь я не очень люблю, потому что она очень-очень сильно сушит кожу. И я просто стараюсь как можно чаще в течение дня мыть руки смылом и как следует вытирать их бумажным полотенцем. Но если вдруг рядом со мной нет воды, эта вещь может оказаться очень даже нужной, полезной. Ручка. Я уже говорила вам, и вы уже видели ту, которую я пишу всегда. Также у меня есть ручка Паркер для представительских целей. Теперь давайте покажу всё, что касается красоты, потому что мы же тут с вами типа бьюти-блогеры. Итак, зеркало. У меня от компании Make Up For Ever. Оно со мной, наверное, уже третий или четвёртый год в дермантиновой обложке. Как видите, со временем оставила на нём много-много следов своими ногтями, но продолжаю горячо его любить и всё время беру с собой. Также у меня всегда есть парфюм в атомайзере. В данном случае аромат от Guerlain Москва. Если вам интересно послушать, что я о нём думаю, то обязательно оставлю ссылку здесь внизу. Друзья, ну я ни на один парфюм не получала столько комплиментов. Потрясающе тонкий, очень женственный, очень изящный. Знаете, существуют парфюмы, надевая которые мы становимся роковыми красотками. Или секси, или аромат, призванный создать деловой образ. Но этот же совершенно ничего не привносит мне извне. Он просто про меня, он просто улучшает меня, он просто усиливает меня. И, конечно же, создаёт потрясающее настроение на каждый день. Друзья, я всем-всем хочу его рекомендовать, и я хотела бы, чтобы вы все его послушали. В Москве он продаётся на Новом Арбате в торговом доме «Весна» и, по-моему, ещё в Гуме. Также в моей сумке есть небольшая косметичка, такая в стиле «Бурлеск» или в стиле «Мулен Руш», косметичка от Givenchy. И сейчас я вам расскажу, что находится внутри, потому что, на самом деле, совсем немного. Самый главный предмет здесь, и вообще ради чего я завела эту косметичку, это крем для рук. В Москве очень холодно, и будет холодно ещё до самого лета, поэтому без крема с собой не обойтись. Это сэмплик крема «Джо Малон» «Поммигранат Нуар», чёрный гранат, потрясающий аромат, очень хороший жирный крем. Кожа ему очень радуется и очень быстро его кушает. Также у меня есть с собой розовый карандаш от «Эвсон Лоран». Мой молодой человек называет его «Карандаш от красных глаз». В повседневной жизни чаще всего ношу вот такой вот бальзам для губ от компании «Нью Вейс», но я вам показывала его уже много раз, и на самом деле реально выгодная покупка, если вы вдруг решите приобрести, потому что, типа, 250 рублей стоит, но я уже как-то дико долго им пользуюсь, что-то типа года. И вечерний вариант оформления губ – это такой вот очень искрящийся блеск от Givenchy с гиарлоновой кислотой. В качестве тональной основы, если мне вдруг что-то нужно заматировать, хотя кожа и так сухая, навряд ли что-то нужно будет матировать, ну, на всякий случай, если перекрыть какие-то недостатки, я ношу с собой небольшой сэмпл пудры также от «Make Up For Ever», и я как-то уже о ней достаточно подробно рассказывала. Пожалуй, это всё, что у меня есть для красоты с собой, друзья. Ну, и ещё всякие разные мелочи жизни, например, безлимитный проездной на все виды транспорта. Дальше, а вот дальше, кстати, очень интересно. На прошедшей неделе я была на ланче в вегетарианском кафе «Джиганат». Если вы находитесь в Москве, то обязательно посетите это место, там просто сказочные пирожные из сухофруктов. И там я получила два сэмпла напитков. Во-первых, это сушёный корень имбиря, ну, вы, наверное, представляете себе имбирный чай, поэтому в этом смысле я ничего нового не узнала. А вот второй очень интересный, называется «Самахан». Здесь заявлено в составе 12 разных трав и специй, но для меня он оказался просто чертовски остро перчёным, но, к сожалению, сладким напитком, а я просто не приемлю в пищу горячее и сладкое. Тем не менее, друзья, я всем очень рекомендую сходить его попробовать. Мне кажется, такие необыкновенные вкусовые ощущения. Кроме того, у меня всегда есть с собой влажные салфетки в индивидуальных упаковках. Как ни странно, я не люблю полноразмерные упаковки влажных салфеток. Мне кажется, что это очень глупо носить их с собой, они занимают много места, а за день я редко могу использовать больше одной или двух. Поэтому всегда из разных закусочных или вот, например, из кинотеатров я беру такие маленькие упаковки с влажными салфетками, кладу их в сумку. Неудивительно, что я ношу с собой ключи от своей квартиры, и, наверное, примечательного здесь разве что брелок с эфелевой башней. Сама я в Париже не была, это мне привезла какая-то добрая душа. Флешка. С одной стороны красная, с другой прекрасная с маленьким кристалликом Сваровским. И, пожалуй, самая полезная вещь в моей сумке, это штука, от которой я могу подзарядить свой мобильный телефон. Он у меня реально садится на морозе, и я знаю, что это достаточно большая проблема, распространенная сейчас, потому что очень холодно. В общем, мама мне подарила вот такую вот вещицу. Называется она, как видите, Powerbank. И здесь мы имеем два входа. Один USB, другой micro-USB, или что это, мини-USB. Короче говоря, я подсоединяю небольшой шнур, который был в комплекте, сюда, а с другой стороны я подсоединяю телефон. И телефон заряжается. Соответственно, эту вещь тоже нужно предварительно зарядить от USB или от любой другой зарядки, которая есть у вас. Слушайте, друзья, на этом всё. Моя сумка пуста. Я надеюсь, что вам было интересно. Расскажите, чего и от такого вы носите с собой в сумке, или какие насущные проблемы решаете вы. Ну, типа, как я с своей компактной зарядкой для телефона. Я желаю вам всем хорошего дня, прекрасного настроения, вообще великих свершений. До новых встреч. Надеюсь, увидимся в следующих роликах. Пока-пока.